Лонг-Айленд это наверное одно из моих просто самых любимейших мест вообще во всем Нью-Йорке. Летом конечно здесь начинается сезон, это сезон пляжей, виноградников, различных ферм и мне нравится именно приезжать сюда за такими простыми развлечениями. Сегодня мы находимся где-то по середине острова на так называемом Золотом побережье и называется оно так, потому что в 1900-х годах примерно Нью-Йоркская элита стала строить здесь загородные резиденции, особняки. И эта эпоха касается как раз таки Вандербильтов, Рокфеллеров, Фитт-Жеральда и вот те времена, которые описывал он в романе Великий Гэтсби, они как раз касаются этих мест. Музей, в котором мы сейчас находимся, музей Вандербильта, это как раз таки бывший особняк, его загородная резиденция, в которой он проживал. И мне кажется, вот эта вот эпоха, она оставила очень яркий след вообще на всем Лонг-Айленде. И сейчас, когда приезжаешь сюда, чувствуется вот эта вот атмосфера, как будто до сих пор мы находимся еще в этих временах. Мы сейчас были в особняке, там можно было взять экскурсию, посмотреть на жилые комнаты, на гостиную, спальню, ванную комнату. И также там на этажах тоже есть музеи, всякие муляжи, в общем, там коллекция с его охотой, с всякими морскими живностями, которые он собирал во время своих морских путешествий Уильям Вандербильт. Вот, очень интересно. И за мной-то еще есть морской музей отдельно стоящий. И вообще, просто здесь очень-очень красивая территория, много зеленых лужаек, цветов, отличный вид на лодки, залив, просто прекрасный вид. Приехали на ферму, такой фермерский рынок по дороге. Хотели купить здесь немножко клубнички, но решили, что, наверное, пойдем лучше сами соберем. Что может быть прекраснее, чем лето? Была бы моя воля, я бы вообще провела, наверное, все лето вот здесь, на Лонг-Айленде. Только погляди вообще, вау, она такая сбелая. Красиво, да? Запах тоже прекрасный. Вот такая вот коробка клубники нам обошлась 25 долларов. Завесили на кассе. Мы сегодня приехали на пляж под названием Таун-Бич. Находится он недалеко от города Гринпорт. Это вообще маленькая рыбацкая деревушка. Здесь раньше процветал китобойный промысел. Но в 2011 году Форкс назвал этот городок самым красивым городом США, потому что он действительно очень такой маленький, уютный и довольно компактный. И, ну, популярен в туристический сезон. В самом городке, вот в его окрестностях нету никаких больших сетевых ресторанов или кофеин. Все довольно такое милое. Находится просто в обычных жилых домах. Вот мы заходили в чайный дом, такой называется Special Tea House, где просто хозяйка на первом этаже своего дома сделала такой чайный домик. И во дворе очень красиво расставила стулья, столики, подает лавандовый лимонад, зеленый чай мятный. И, в общем-то, отличная идея, где можно просто пить чай на лужайке, сидеть и наслаждаться загородной жизнью. Доброе всем утро из одного прекрасного места под названием Сады Вестбери. Это место представляет собой особняк и прилегающие к нему территории, которые в прошлом были фамильной резиденцией некой семьи Фипс. Здесь проживали муж с женой и четверо их детей. И потом, после их смерти, все наследство перешло одной из дочерей, которая открыла это место для публики в память о своих родителях. Особняк. Это, опять-таки, касается всего золотой эпохи. Для его строительства был приглашен специально архитектор из Лондона, мистер Кроули. И если вы смотрели Абаста Дантон, то это как раз-таки практически все как в кино. То есть здесь можно, конечно же, зайти внутрь, посмотреть, как они жили. И вот, честное слово, одна комната просто крашу другой. Начиная от каких-то больших элементов, то есть там деревянная лестница, большая гостиная, там люстры красивые очень на потолках. И заканчивая какими-то маленькими элементами декора, то есть портеры, подсвечники, там кабинеты очень красивые, спальные комнаты, ванны. Такие ванны очень современные, я бы даже сказала, потому что сейчас, видимо, эта мода возвращается в таких приглушенных красивых цветах. И гобеленовые стены, ну, в общем, просто очень-очень все роскошно. И камин везде, вот, ну, не знаю, мне прям очень отзывается эта эпоха. Мне это место, конечно, напоминает Петергоф. В царские времена такая красота была. И очень удивительно, что за какие-то сто лет времена настолько поменялись, что уже вот в современной жизни такой особняк мало вписывается. Сегодня на ферме с малиной и голубикой. Июль только начался сезон, все только начало созревать, взяли два контейнера. Не знаю, получится ли у нас набрать их полные малины и голубикой, посмотрим. Вообще сегодня такая классная погода, не очень жарко, прям самый трудный. То, чтобы гулять по ферме на солнышке. Возможно, потом заедем на какой-то пляж. У нас вообще все пошло не по плану. Мы тут ехали в дороге, заехали в Кримари. Здесь на Лангайланде очень много всяких мороженых, как сказать, домашнее мороженое продаются. Стоят такие павильончики, где очень много выбора разных всяких вкусов и так далее. В общем, мы так взяли мороженое. У меня было шоколадное с бурбоном и вишней. И я его так быстро съела, забыла даже и снять. И в общем, я вся уделала из шоколада. Но надо было попозже, конечно, это сделать. Ну ладно. Созрела только малина и блубери, голубика. А блэкбери, черника, еще не поспела. Вот этот вот куст с черникой. И видно, что они еще зелененькие, красненькие, еще не почернели. Софишка приехала на ферму кушать голубику. Что? Тебе нравится, дочь? Ты не спела и не рви. Пока все, что я насобирала, семейный сбор у нас не получается. Потому что Софии тащат с куста и спела, и не спела, и все себе в рот. Женя показала ей, как срывать ягодки. Клубники у нее не было такого интереса. Голубику она что-то распробовала. Малину прям очень тяжело найти. Такую спелую. В основном она какая-то вся немножко жесткая, недозревшая. Вот все, что у меня есть. По-моему, достаточно на сегодня. Еще на этой ферме они сами пекут всякую выпечку вкусную. Можно взять донатсы. Там прямо у них кухня. Можно взять любой пирог. Я, наверное, возьму, попробую. Apple Cedar Donut. Еще мы взяли помидорки и огурцы. Фермерские, свежие. Это ферма. We come here to fruit farm. Называется. И здесь есть летом и яблочки потом. И можно купить фермерских продуктов, что мы и сделали. Если кому-то вдруг интересно, вот эта классная очень локация. Сейчас ждали, пока пройдет дождь. Так он нежданно начался. Прогноз погоды вообще ничего не предвещал. Час, наверное, присидели на детской карусели. Потом зашли в пиццерию. Там кушали горячую пиццу. Сидели, ждали. Вот, наконец-то приехали на пляж. Тут вообще красотища такая. После дождя, мне кажется, особенно вообще классно. Женя сейчас смотрел недвижимость, какая здесь продается или сдается в аренду. Снять дом в Гринпорте в аренду стоит 3,5 тысячи долларов на месяц. А если покупать здесь участок, то их, во-первых, не так много предложений. Во-вторых, только один участок стоит 400 тысяч долларов. Ну, плюс там еще нужно будет возводить дом. В общем, цены довольно-таки высокие. Но по сравнению с Хэмптонсом, то есть Монтога, это просто другая часть полуострова, по сравнению с Хэмптонсом, там, конечно, цены намного выше, потому что в Хэмптоне живут различные селебрити. У них там недвижимость очень многих звезд и так далее. Поэтому, конечно, я сначала удивилась, что так дорого, а потом подумала, да и нет. Это еще не самые высокие расценки. Оп! Кажется, вот так меня видно нормально. И маяк еще захватывает. Классно. Сегодня мы на Файр-Айленд. Вот, если честно, если выбирать какие-то пляжи, то для меня вот Файр-Айленд это самый лучший пляж на всем Лонг-Айленде. Я сейчас поднималась на маяк, который вот здесь вот за мной. Это самый, получается, самый высокий маяк на всем Лонг-Айленде. И самый старый на Монтоге, мы как-то там были, вот. А самый высокий это вот этот. Я сейчас поднялась наверх, и там такой открывается вид сверху. Тут прям видно, что с одной стороны океан, с другой стороны такой небольшой залив. Получается как отделять. Я бы сказала, это даже такая, не знаю, пляжная такая линия, коса, или какую-то другому назвать. Вот, и это очень красивый остров. Здесь находится заповедник Роберта Мозеса. То есть, по сути, вот эти вот песчаные дюны с зеленью. Сюда вот нельзя заходить, поэтому топтаться, разрушать эти дюны. Здесь прыгают кролики, я видела. Здесь еще также ходят олени. И ходить можно только по специально настиланным набережным таким деревянным, чтобы не портить такую местную природу. Вот, и пляж здесь, конечно, ну вот чистый, красивый. И сегодня, правда, шторм, он немножко такой, этот, мутная вода. Вот, но мне нравится песок белый. Прямо вообще не хуже, чем в Майами. Поэтому советую из всех пляжей выбрать именно сюда приемлю. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то мы под конец лета приехали на виноградник. Все лето собирались, и вот, я думаю, это будет классное завершение нашего летнего сезона. На этой винограднике очень много звон, где можно посидеть. Можно на улице под шатрами, можно вот внутри под крышей. Есть еще магазин всяких разных хлопковых натуральных изделий, шляпки, плетеные корзинки, украшения, свечи, травы, в общем, чего только нет. Очень-очень прям так атмосферное место, классное. Будем сейчас провожать лето. Взяли себе попробовать разные виды розе, закуски. Вот, будем. Да, я видела. Будем смотреть на виноград и, возможно, провожать закат. Я взяла Мерло 181. Там, видишь, написано, у тебя Клои. Клои, Вайт, Лауна, Торфи, Клои. Окей. Чин-чин. Чирс. Для уекенд. Я определенно буду скучать по этому лету. Даже как-то грустно, что оно заканчивается. Клояк. Продолжение следует...